Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале. Сегодня хотелось бы поговорить про облигации для новичков. То есть, если вы продвинутый инвестор, наверное, не целевое данное видео для вас, потому что это вот прям самые азы, что делать, как выбирать, где могут быть подводные камни. Опять-таки, всего не раскрою, но поделюсь тем, с чего стоит начинать. Что такое облигация? Облигация – это долг. Вы должны понимать, что каждый раз, когда вы вкладываете в облигацию, вы покупаете чей-то долг. Второе, что если мы говорим о долге, по сути, так называемый кредит, то он характеризуется одновременно тремя характеристиками. Платность, срочность, возвратность. То есть, долг, а, должен быть возвращен. За то, что вы являетесь кредитором, должником, вам платят процент, еще по-другому называют купоны. И в облигациях существуют такие, так называемые, три критерия, которые не бывают одновременно. Это доходность, надежность, ликвидность. Доходность, здесь все понятно. Доходность – это какой процент купона, обещает заемщик. То есть, чем более надежный заемщик, тем меньшую премию он вам предложит к ставке безрисковой доходности. Кому-то покажется сложно, скажет опять «Максим, говорил, для новичков, опять началась какая-то ставка безрисковой доходности». Есть ключевая ставка центрального банка. И есть доходность десятилетних облигаций государственных. То есть, если вы хотите узнать, какова ставка безрисковой доходности в России, вам нужно найти десятилетние облигации российские. Соответственно, когда надежный заемщик вот к этой ставке безрисковой доходности, ну, то есть, эталоном, скажем так, по доходности, это является ориентиром для всего долгового рынка. Причем в облигациях с постоянным купоном. Потому что тоже нужно понимать, что облигации есть разные. По своему виду, по своей структуре, да. Есть облигации с постоянным купоном, фиксированным, неизменным. Есть облигации с переменным купоном. Есть облигации с амортизацией, да, то есть, которые амортизируются. То, что происходит с инфляцией, влияет на ставку центрального банка. Ставка центрального банка влияет на доходность десятилетних государственных облигаций. То есть все облигации, которые обращаются в Россию, для них маяком является доходность 10-летних облигаций ОФЗ. Друзья, я рассказал в какой-то степени про облигации, ключевые моменты. При этом нужно понимать, что, как вы слышали, была такая большая оговорка, связанная с тем, что это вот прямо здесь, прямо сейчас, прямо в августе 2024 года, что можно для себя рассматривать. Но опять-таки рынок долга, он динамичен, зависит от инфляции, от процентной ставки, о том, что нужно в определенный период времени осуществлять ребалансировку между облигациями с постоянным купоном и переменным купоном. И это элемент, который требует внимания и контроля. Для того, чтобы минимизировать затраты по отслеживанию данных историй, телеграм-канал MaxCapital, на котором мы обсуждаем как рынок акций, так и рынок облигаций и своевременно информируем, проводим эфиры, на которых я отвечаю, даю слово людям, чтобы они могли задать свои собственные вопросы. Поэтому рада буду видеть в канале, ссылка в описании. Почему сейчас приходят на рынок облигаций? Основное преимущество облигаций по сравнению с банковскими депозитами. Ожидать, что вы заработаете больше, чем на банковом депозите, это скорее неправильное ожидание. Они примерно доходность, исторически где-то вот они схожи. Но в чем преимущество облигаций с постоянным купоном? Есть такое понятие купонный период, то есть сколько раз выплачиваются купоны. Есть облигации, которые платят раз в год купон, есть облигации, которые платят два раза. В основном, абсолютное большинство облигаций, которые выпускаются в России, выпускаются с купонным периодом полгода. То есть раз в полгода вы получаете купон. Когда вы провалитесь в облигацию у брокера, там будут указаны даты выплаты купонных периодов. То есть вы понимаете, что у вас от одной облигации в среднем два раза в год вы будете получать купон. Купонный доход. Ключевой момент – надежность облигации. Потому что, когда вы выдаёте в долг, для вас ключевым что является? Получение купона, получение дохода или возврат первоначальной вложенной суммы. Кто-то неопытный скажет, что важен доход. Я, как стрелянный воробей, могу сказать, что ключевым является вернуть хотя бы свои деньги. То есть, насколько надёжно размещены мои деньги. В принципе, на доходность плевать, потому что кто давал особенно в долг и столкнулся с неплатежами, вы, наверное, меня поддержите, напишите в комментариях. Да пофиг на доходы, не надо никакие проценты, ты мне хотя бы верни то, что я тебе дал. Почему доходность десятилетних облигаций является таким маяком? Потому что здесь, получается, должник само государство. Со всем его фискальным аппаратом, силовым аппаратом, с собираемостью денег в бюджет. То есть, занимает само правительство Российской Федерации. И поэтому денег достаточно для того, чтобы заёмщиками расплатиться. Второе, что влияет на рейтинг, является ликвидность. То есть, вы можете купить, например, какую-то неизвестную компанию, когда вы гонитесь за доходностью. Что вы будете делать? Компания неизвестная. Компания рынку долго неизвестна. Она провела дебютный выпуск, только-только выпустила облигации. Её ещё рынок не знает, как она платит и что. И даже когда организуется выпуск этой облигации, и у неё небольшая кредитная история, то ей соорганизаторы и соорганизаторы выпуска говорят, давай первый выпуск, мы дадим большой купон, побольше купон, мы сделаем частоту выплат не два раза в год, а четыре раза в год, то есть, ежеквартально будем платить, и выпустим её там на три года, чтобы у нас появилась история для рынка. И кто-то начинает, соответственно, гнаться за более высокой доходностью, не понимая, что они при этом берут на себя, а, высокий риск того, что будет дефолт, что не получится расплатиться. Второе, соответственно, берут риск того, что никому не нужен будет этот долг. Ну, то есть, вы пойдёте на первичное размещение, да, вы эти облигации купите, но для того, чтобы управлять своей ликвидностью, например, опять же, как альтернатива банковскому депозиту, когда вы понимаете, что вы можете в любой момент его закрыть и свои деньги получить обратно, не получить доход, вот в облигациях может получиться таким образом, что в погоне за высокой доходностью вы купите такой выпуск, что на рынке не найдётся покупателя, который готов у вас купить. Поэтому тоже важно смотреть, какие объёмы торгов проходят под данной бумагой, то есть, как быстро вы сможете эти деньги перевернуть в наличные деньги. Поэтому в облигациях у профессионалов вопрос ликвидности стоит на втором месте после надёжности. Рынок долга – это вообще после денежного рынка самый громадный рынок в мире. На рынке долга всегда определяется сумма, которая берётся взаимой, всегда определяется процентная ставка, то есть, это некий прогнозируемый денежный поток. Другой вопрос, что прогноз этого денежного потока, он может быть привязан, фиксирован, он может быть привязан к инфляции, он может быть привязан к какой-то амортизации, если это инфраструктурные облигации. То есть, к чему может быть привязано достаточно много, но сам по себе облигации – это инструменты, которые всегда на рынке считаются более прогнозируемыми. Поэтому, когда мы говорим про облигации, я говорю про самые основные понятия, ключевые. Если же у вас в настоящий момент стоит актуальный вопрос, что после просмотра данного видео вам действительно интересно иметь а. высокую ликвидность, б. та привлекательная доходность, которая сейчас есть в моменте, зафиксировать её для себя не на 3-6 месяцев, а зафиксировать её для себя на 5-7 лет. Всё это осуществлять по своему собственному брокерскому счёту, иметь готовый список облигаций, которые, на наш взгляд, оптимальны по соотношению цена, доходность, ликвидность, которые обладает инструмент. Сформировать постоянный денежный поток, который в 2 раза переигрывает инфляцию. Вы можете пройти по ссылке в описании к данному видео. У нас есть бесплатный мастер-класс, каким образом работать с облигациями. И по итогам данного мастер-класса возможно присоединиться к нашему проекту, где мы в свои собственные портфели формируем облигационные портфели. Рады будем видеть на мастер-классе. Проходите, присоединяйтесь. Первые сделки совершите уже в течение следующих 2-3 дней. Будем очень рады. На третьем месте стоит вопрос с доходностью. Что происходит? То есть, какую мы получаем доходность по облигациям? И опять-таки, бенчмарком, то есть, ориентиром, маяком выступает доходность 10-летних облигаций, от которых и пляшет. Более высокий доход вы где можете получить? Или это будут государственные облигации, но со сроком больше 10 лет погашения? Или это будут менее надежные облигации с более коротким сроком погашения? Я сейчас шучу, да, это метафора. Тунманзинский завод автобетоновозов для конкуренции за инвестиционные деньги на рынке долга, где на этом рынке есть заемщики в лице государства, казначейство, правительство размещает выпуск государственного долга. Никому дать государству? РЖД, Аэрофлоту, Лукоилу или Тунманзинскому заводу автобетоновозов, который там, ну, вроде бы у нас каких-то крупных строек там не производится, чтобы бетона много производить и, в принципе, льготную ипотеку отменили, у меня возникает большой вопрос, а будет ли спрос на твои автобетоновозы? То есть, вы должны понимать, чем более высокая доходность, тем более высокие риски вы имеете. Что мы смотрим? Мы смотрим на уровень надежности. Ориентиром по доходности является доходность 10-летних облигаций. То есть, первым делом, что вы должны сделать, вы должны найти 10-летние облигации государственные. И там уже в подборке в приложении в брокер, да, будет что-то вблизи этой доходности. Что стоит смотреть? Облигации высокого качества с, там, двумя с половинами, тремя звездами. Можно чуть-чуть уменьшить. То есть, вот для меня сейчас ориентир это дюрация, дюрация это срок погашения, 5-7 лет, доходность 20% плюс. Мы сейчас говорим о замене, банковского депозита облигаций. В конце, да, некое такое резюме, что хочется сказать. В чем все-таки преимущество по сравнению с банковским депозитом? В рамках банковского депозита у вас не увеличивается тело депозита в случае благоприятного развития ситуации. Что это значит? Это значит, что если вы разместили миллион рублей на 3 года, при этом банк вам говорит, что первые 3 месяца мы платим 18% годовых, потом там 16%, а через год ставка падает до 12%. Банк не рынок, не ЦБ, а банк заранее управляет вашей собственной доходностью. В случае, если центральный банк снизит процентную ставку, банк застрахован. То есть, он в любом случае пропишет вам в договоре, что он будет, скорее всего, платить более низкий процент. В облигациях этого не произойдет. Мало того, если центральный банк снизит процентную ставку, на банковском депозите у вас доходы итоговые уменьшатся, на облигациях у вас тело облигации вырастет. Второе. Банковский депозит вы всегда привязаны к сроку. Всегда. Если вы закрываете депозит-вклад, вам банк говорит, досрочное расторжение договора возможно, не выплачивается доход, платится ставка до востребования. Все, точка. В облигациях есть понятие накопленный купонный доход. Я прихожу на рынок, покупаю облигацию. Продавец, который мне продает эту облигацию, говорит, слушай, дружище, я 7 дней назад получил купон. И с момента выплаты купона прошло 7 дней. Поэтому смотри, как мы поступаем. Купонный период у нас полгода, то есть 77 рублей у нас выплачивается в год. Мы берем 77, делим на 365. Получаем 21 копейка. Каждый день, на каждую облигацию у меня есть накопленный купонный доход. Вот смотри, 7 дней прошло, с момента выплаты последнего купона. Поэтому ты заплатишь мне цену облигации, само собой, вот как в цена условлена, плюс к ней, помимо комиссии брокера, ты мне, продавцу облигации, заплатишь 1 рубль 47 копеек накопленного купонного дохода. тебе это ничем не грозит, потому что это становится твой накопленный купонный доход. Если у тебя кто-то через месяц будет ее покупать, то, соответственно, он тебя купит по цене, плюс накопленный купонный доход. О чем говорит НКД? Он говорит о том, что вы не привязаны к сроку. НКД начисляется ежедневно. И поэтому многие этого не учитывают. И когда начинают сравнивать облигации с банковскими вкладами, они не учитывают ключевой момент ликвидности, связанный с тем, что вы в облигациях можете в любой момент выйти из облигации, и вам новый покупатель, вы будете для него уже выступать продавцом, он вам заплатит накопленный купонный доход за этот промежуток времени. Ну, в принципе, наверное, тогда у меня на этом сегодня все. Понятно, что в рамках одного ролика, ребят, рассказать вам про глобальную большую интересную историю рынка долга, что это такое, что его определяет, как там изменяется доходность, достаточно сложно. Вы должны понимать, что ориентиром по доходности служат 10-летние облигации, вы должны понимать, что чем выше риск, тем больше доход, и наоборот, что ключевым моментом при работе на рынке долга является первая возвратность, надежность заемщика, вторая ликвидность, которую вы имеете, третья только доходность. Сконцентрируйтесь на облигациях с постоянным купоном, потому что это постоянный денежный поток, он прогнозируем, плюс все-таки, если говорить на среднесрочную перспективу в 2-3 года, центральный банк, скорее всего, будет снижать процентную ставку, а это дополнительный доход, который вы можете получить на облигациях, и не лезьте в риск. Но не нужно сейчас жадничать, сейчас хорошие качественные выпуски облигаций имеют х2 профит к инфляции, которая есть в России. Этого более чем достаточно. Друзья, не бойтесь, идите вперед, все будет хорошо. На связи был Максим Петров, пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok